СПОРТ С МЕДВЕДЕВА Что расскажет нам и о перспективах конного спорта И Надежда Флоринская Я всегда называю ее мастером спорта Потому что, будучи директором Вятской областной школы Я видела эту спортсменку в деле Всегда ею восхищалась Видела то, что она выполняла норматив мастера спорта Но, как часто у нас бывает, документы потерялись, не дошли В итоге, на сегодняшний день она кандидат мастера спорта Но плюсом к этому совершенно очаровательная девушка Смелый человек Который организовал свое дело Свой новый бизнес Связанный непосредственно с конным спортом И пока еще более серьезных начинаний в этом деле Я в Кировской области не видела Но и Светлана Занько Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове Хорошей традицией стало то, что у нас на каждой передаче Присутствует кто-нибудь из журналистов И, как правило, эти люди так или иначе В курсе той темы, которую мы каждый раз обсуждаем В 2009 году так и закрылся Кировский ипподром Хотя перед этим много было сомнений Все-таки останется он или закроется На самом деле, вот, казалось, ситуация совершенно трагичной Казалось, что вот сейчас лошадей на мясо Значит, спорта уже все больше не будет Но на сегодняшний день видим, что такого не происходит Люди фанатично преданные своему виду спорта А конники это совершенно особые люди Они не могли бросить свое дело Образовалось множество частных конюшен И сегодня мы, наверное, уже можем говорить смело о том Что вот это дело не погибло, не закрылось И конный спорт, возможно, получит новое развитие Мне очень хочется в это верить И, честно говоря, вижу уже предпосылки для того Чтобы это так и было Поэтому не было бы счастья Да несчастье помогло И сегодня со своими собеседниками Мы будем обсуждать, в общем-то, перспективы конного спорта И очень хочется услышать, что это все реально Я бы хотела все-таки узнать Если позволите, шаг назад сделать И задать вопрос Николаю Георгиевичу Вот когда закрывался ипподром Для нас, для обывателей, все это Кто не был связан с конным спортом Все проходило тихо, за забором Где-то были лошади, что-то о ком-то говорили Вот тогда, когда закрывался ипподром Было страшно, действительно? Ну, это же дело было всей жизни Во-первых, чтобы сюда привезти вот такие лошади Такого уровня, что выигрывали Советский Союз Первенство Союза, это же лошади высочайшего класса были И их купить, воспитать, это же огромный труд И когда вот это все закрывали То есть, значит, вот Просто взяли и продали лошадей Долго длился вот этот период? Когда первые такие признаки Забрежили, что вас должны закрыть Как это долго тянулось, вот эта агония? Очень быстро И при этом все лошади, о которых вы говорите Спортивные, они были в конюшнях? Да И никто вам не говорил, куда их деть, этих лошадей? Что с ними делать? Ну, давайте внесем ясность Прежде всего, давайте не будем называть это дело у нас как вот Ипподром Ипподром – это общенародное название На самом деле у нас была государственная заводская конюшня Что она должна, значит, выполнять как уруль? У нее роль, значит, 50 жеребцов-производителей должны держать И должны, значит, отправлять их в область, крыть И вот это ее основная была задача И когда, значит, у нас произошло, значит, перестройка началась И так далее, и тому подобное Очень много конных заводов просто-напросто исчезли с лица земли Буквально, ну, 2-3 месяца, все И тут мы, значит, все, на тех, кто ГЗК, значит, были, да Мы же на дотации государства, у нас денег-то заработать некогда было И вот, значит, тут сразу прошла целая волна, значит, по стране Эти все ГЗК, которые государственные заводские конюшни, которые в настоящий момент, уже сказали, они не выполняют свою задачу Нету колхозов, нет совхозов, лошадей нет, крыть нечем Зачем же жеребцов-производителей держать? И вот с этого момента, значит, все ликвидировать Вместе со спортом, согласно? Конечно, конечно Спорт там был как бы дополнение, в общем-то, к той работе, о которой Николай Георгиевич говорит К селекционной работе, то есть для того, чтобы лошадь продемонстрировать ее возможности, добавлялся спорт Понятно, что вот особенность конного спорта еще в том, что здесь два спортсмена И лошадь, и всадник Вот самые лучшие ваши ученики, это кто? Назовите фамилии, результаты скажите Вы знаете, мне, честно говоря, всех не вспомнить Потому что 35 лет, они у меня все лучшие, все, для единого У меня нет, чтобы это было супер, они все лучшие А по спортивным результатам, вот в чистом виде Вот, Надежда Ищи, чемпионка ПФО, Светлана Лосева, чемпионка Советского Союза Светлана Лосева, Надежда Флоринская Вот, если вспоминать, значит, там, ну, Вадик Кузин был тоже чемпионом Советского Союза То есть можно сказать, что у нас была спортивная школа, однозначно И при том, значит, со своим Со своей особенностью Да, особенность, то есть, вот выезжает всадник, да, на выездке Дело в том, что я один был тренер И ввел выездку, конкур и троеборье Значит, в троеборье у меня Лосева, значит, по-моему, 5 или 6 раз была чемпионка Советского Союза В конкуре, значит, там, несколько человек у меня тоже были призерами Кто из наших спортсменов был кандидатом в Олимпийскую сборную? Это Лосева, Светлана Геннадьевна Да, где сейчас Светлана Лосева? Светлана Лосева, сейчас она работает, значит, Это частная конюшня Вот, то есть, опять возвращаемся к тому, что не было бы счастья, да несчастье помогло То есть, вот, Надя, расскажите Сразу ли вы после того, как расстались со спортом как спортсменка Начали там какой-то бизнес, связанный с лошадьми, связанный со спортом? Нет, я не прекращала заниматься конным спортом После распада ипподрома я купила свою собственную лошадь Далее я начала подумывать о своей конюшне Занималась, работала в банке с 2008 года, пыталась совмещать и спорт, и работу Но года через два я поняла, что так не может быть И я ушла из банка, и мы тут с супругом своим решили построить свою конюшню Главной задачей, конечно, у меня стоит возрождение спорта Вот, также была цель построить крытый манеж, мы его построили Вот, и хорошее поголовье Честно говоря, была на конюшне В общем-то, была удивлена Вот, Николай Георгиевич сказал, что за сутки, там, 15 дневников сделали, чтобы принять лошадей Но сегодня сколько у вас лошадей? Какие они? На данный момент у нас сейчас стоит 36 лошадей, 34 дневника у нас заняты, двое с ребятами По голове у нас практически все чистопородное, то есть рабочих лошадок нет То есть, я так понимаю, что изначально была поставлена задача спорт, высших достижений и никак иначе Да, нелюбительский спорт Нелюбительский спорт, а не сомневаюсь, что вы прекрасно понимаете, что это такое, отдаете себе отчет Ведь это очень сложно, это очень дорого Это очень дорого, потому что сейчас содержание лошади в среднем, ну, просто по себестоимости выходит 6-8 тысяч в месяц Если же эта лошадь спортивная, то эта сумма может возрасти полтора-два раза Хотелось бы понять все-таки, какая задача максимум То есть, да, вот сейчас есть ближайшие мероприятия, куда вы выезжаете Я понимаю, что вы собираете лошадей, теперь уже получается со всего мира Насколько глобальна эта задача? Вы хотите, чтобы ваше предприятие в итоге было каким? Ну, мне хочется, чтобы у нас уровень конюшни был Стояли одни чемпионы Ну, в принципе, это любому конюзаотчику, любому директору конюшни это нужно Вот, и хотелось бы, чтобы у меня спортсмены подтянулись, выполнили какие-то нормативы в ближайшее время Если позволите, вот в вопросе с Николаем Георгиевичем Я вижу пример надежды, который, я так понимаю, вы помогаете Он такой эксклюзивный и, наверное, самый яркий И, что касается спорта, самый правильный Потому что вот будут спортивные лошади Будут к ним пары, будут спортсмены Об этом, наверное, мы поговорим еще, откуда они возьмутся Но ведь те, кто вышел с того же ипподрома, например Они не все занимаются сейчас тем, чем занимается Надежда Я лично знаю по собственному опыту, что конюшни вокруг Кирова Достаточное количество, и не знаю, насколько достаточно Но кажется, что их очень много В моем сознании все очень неорганизовано У меня нет впечатления, что я точно знаю, что вот там у нас есть такая школа Здесь у нас есть такая школа и какие-то яркие звезды Вот, Николай Георгиевич, вы себе сейчас как представляете это поле? Что такое, не только, наверное, конный спорт А все, что связано с лошадьми, только не селекция В Кирове что это? Ну, самый первый человек, который занялся вообще спортом Хотел поддержать его, что ли, так сделать Это в Прошино, Пелагиевский Сергей Туда съезжается со всей области Почему? Потому что там, ну, довольно приличный уровень Второй момент, значит, когда ипподром стал, значит, у нас тихомирно умирать Значит, туда переехала Тарасова Наталья Вот, они, значит, с мужем в свое время купили трех лошадей Это, будем говорить, одна из таких у меня лучших учениц по выездке И она, значит, самостоятельно вот с мужем туда проехали Потому что на ипподроме уже, как говорится, было нечего делать Они переехали в Прошино И вот сейчас там, значит, как бы центр выездки на сегодняшний день Он находится там То есть это, будем говорить, люди, которые занимаются выездкой Которые, значит, знают все это не понаслышке А это люди, которые выступали в свое время Выступали на чемпионатах Советского Союза И хорошо выступали, то есть были призерами А что касается вот всех тех конюшен, которые вот сейчас просто облепили Киров Это неплохо, это здорово, что есть лошади А каждая конюшня предлагает свои какие-то услуги Свои услуги, да И в том числе и бывшие работники ипподрома, и ваши ученики Тоже направления выбрали разные Все, кто ушли потом с ипподрома Им уже времени заниматься спортом практически не было Лошадей, как без них, тяжело очень жить И тогда они организовали вот эти конюшни для проката То есть они пропагандируют прокат лошадей То есть это вот и на центральной площади, и цирка Появилось множество конюшен вокруг Однозначно, на мой взгляд, это просто замечательно Есть возможность выбрать поближе к дому Есть возможность выбрать тренера Есть возможность выбрать формат занятий Если мы говорим о спорте, это тоже хорошо Потому что пирамида это огромное основание Чем больше людей занимается конным спортом Чем больше детишек в этот спорт приходит Тем больше возможности у специалистов отобрать перспективных Которые в дальнейшем станут чемпионами Правильно, Николай Георгиевич? Абсолютно правильно, абсолютно верно Что чем больше у нас конюшен, которые разбросаны по всей территории города Тем больше они охватывают людей У меня есть немножко скептическое по этому поводу мнение Конюшен много, это здорово, доступность это хорошо Но кто за этими всеми конюшнями наблюдает? Поскольку теперь это все частные конюшни, а конный спорт все-таки связан с некоторым риском Нет ли здесь какой-то опасности все-таки, Николай Георгиевич? Опасность она, конечно, была, есть и будет Но в последнее время, так сказать, это все вот такая раздробленность, которая была Она сейчас больше всего... Ну, мы собираемся на соревнованиях Люди приезжают, те, которые не имели никакого отношения к конному спорту Но у него вот есть лошадка, он приехал сюда, он пообщался с нами Он начинает понимать, что это такое Техника безопасности и так далее То есть проводятся своего рода семинары для них А можете ли вы дать какой-то совет родителям, поскольку конный спорт действительно набирает обороты Он популярным становится Как выбрать правильную конюшню, правильного тренера и правильного коня? Ну, все начинается с верховой езды Одному человеку надо, чтобы научиться ездить 3 года, другому 2 месяца Я к тому, что вот конюшен много, их правда много И тут передо мной дилемма У меня есть ребенок, положим, 7 лет Как мне выбрать? Ну, я бы посоветовал, например, только, так сказать, удобная конюшня Это, конечно, вот Впрошино, высококвалифицированные спортсмены Это, конечно, конно-спортивный клуб Радужный И Учхоз То есть там есть отделение конного спорта Там школа, там именно школа, там тренера, высококвалифицированные, то есть тренера, серьезные Сейчас, значит, к этому, так сказать, к этой троице присоединилась еще и Фирсова Наталья То есть у нее занимается тренер с высшим образованием, значит, Ирина Владимировна, тоже моя ученица И они, значит, там тоже развивают именно правильно, то есть они учат детей всему И когда встречаются вот эти все, значит, на соревнованиях, у нас идет такое общение, значит, диалог между всеми То есть у нас нет как бы такой, ну, была раздробленность, а теперь мы как-то все вместе стягиваемся вот поближе Ну и ко мне, конечно, обращаются все И это тоже хорошо Николай Георгиевич, на Ваш взгляд, не затянется ли у нас процесс возрождения конного спорта в связи с тем, что, в общем-то, спорт непростой И спортсмена готовить это длительное время На Ваш взгляд, есть ли уже сейчас на примете какие-то перспективные ребята, либо, может, это взрослые люди Которые способны заняться этим спортом серьезно и дать результат в каком-то осязаемом будущем Вопрос, конечно, очень серьезный И вот так сразу на него ответить сложно Почему? Спортсмены есть, но они все уже почти возрастные Вот дети есть тоже, но это все единицы То есть не так, как вот раньше было больше их было Их мало, но они, значит, есть Но процесс возрождения уже к великому спорту То есть к тому, который Россию, например, ехать, международные какие-то выступают Для этого у нас пока потенциал очень маленький Сколько лет должно пройти от ситуации нынешней до ситуации, когда мы сможем выпускать своих спортсменов на большие соревнования? Ну, если серьезно, то не менее пяти лет Ну, кроме вот таких моментов, есть еще у нас проект «Вятская лошадка» Вместе с вами его начинали Я знаю, что Надежда к вятским лошадям относится не как к спортивным, и это, наверное, справедливо Но тут совершенно там особая идея При поддержке губернатора этот проект реализуется Это проект именно для детишек, для детского спорта, для того, чтобы их увлечь, дать им возможность конным спортом начать заниматься Вот сейчас лошади вятской породы прекрасно зарекомендовали себя в белой холунице И, в общем-то, свою миссию исполняют Как бы вы в дальнейшем хотели видеть поддержку государству для развития конного спорта? И вообще, можно ли конный спорт на его высоком уровне развивать только в частном формате? Как ваше мнение, Надежда? Ну, я думаю, что на данный момент только в частном формате Вот, ну, главное, главное, что бы мы хотели видеть от государства Это небольшая поддержка для детей, чтобы они могли заниматься за небольшую сумму То есть, ну, на данный момент мы просто не можем себе позволить принять детей бесплатно Ну, хотели бы Но вот занятия стоят достаточно дорого, на самом деле 500-700 рублей за занятия, если ты хотя бы два раза в неделю приезжаешь Для бюджета родителей это очень много Да, это существенно и могут позволить немногие Надо стремиться к тому, чтобы вот у каждого ребенка, который хочет именно конным спортом заняться Не каждый хочет плавать, не каждый хочет бегать Все-таки вот такая возможность была И, наверное, об этом стоит призадуматься, чтобы помимо, наверное, вятской лошадки что-то еще появилось Давайте помечтаем, что это будет Вот у меня к Надежде еще вопрос Была на конюшне у вас, и вы мне сказали Вот этого коня я готовлю на Олимпийские игры Вот об этом поподробнее, вот это просто восхищает и как бы вот запоминается Это моя цель Ну, неважно, дойду я до Олимпийских игр или нет Но я буду очень стараться Глядя на вас, в это верится Вот тогда про Факира поподробнее немножко Факира мы пытались купить примерно года два Это был подарок президенту Татарстана Вот, но так как он ему особо был не нужен, он его поставил на Марийский конный завод Но директор Марийского конного завода очень за него держался То есть мы приезжали, мы предлагали деньги, нам отказывали В результате на третий раз, когда мы уже приехали с деньгами, нам отдали этого коня Привезли, как он воспринял новый дом, новую хозяйку? В принципе, воспринял очень хорошо Какой сейчас у него возраст, когда он достигнет расцвета своей спортивной карьеры? Ну, сейчас у него только начало спортивной карьеры Ему еще всего лишь 6 лет, это молодая лошадь По таланту он очень талантлив И плюс еще сочетание тренер-спортсмен и лошадь Вы сами на нем будете выступать? Да, я сама А у меня такой тоже дилетанский вопрос Наши конники сейчас выступают на Олимпийских играх и достигают ли каких-то высот? Российские выступают, но они далеко за... То есть вообще, даже глобально, наши российские конники не занимают никакие места? Ну, на данный момент Россия сейчас после 20-го места в мире приедет А Надежда говорит, что хочет взять Олимпийское золото Молодец Надежда, безусловно, молодец Значит, будучи на Олимпийских играх в Лондоне Я не могла себе отказать в том, чтобы посмотреть соревнования по конному спорту Это неимоверная роскошь, это красота Это вот такая особая любовь англичан Вся королевская семья всеми днями присутствовала на этом корте для конкура Я смотрела и слезы И такая вот мечта, чтобы когда-то это было где-то в России В России, наверное, уже что-то подобное есть Может быть, в Нижнем Новгороде, в Москве А Татарстан, Казань? Там вряд ли есть такой уровень Потому что даже, наверное, Мариэл быстрее будет вот эта конюшня Чудо-Кони Совершенно там человек по-особому относится к этому виду спорта Но вот если когда-то в Кирове появится хотя бы что-то похожее Буду просто очень счастлива И вот надежде от души желаю, чтобы ее этот порыв Он, конечно, все время сталкивается А какие-то препоны, сложности Но чтобы не угасал Потому что вот уже вижу, что получается многое Того, чего не получилось у других, у нее уже есть И хотелось бы помечтать, чтобы это было Вот что в Кирове когда-то появилось такое место Куда приятно прийти Куда хочется привезти ребенка И где вырастут олимпийские чемпионы Ну вот главный мой вдохновитель – это Николай Георгиевич Без него, я думаю, что я бы даже манеж бы не выстроила На самом деле вот не только Надежде хочется пожелать удачи Вот в этом нелегком деле и другим конезаводчикам И фанатам конного спорта Каждый выбирает разное Недавно прошли соревнования по неолимпийской дисциплине По конному туризму Тоже замечательный вариант для тех, кто, в общем-то, не может уделять Очень много времени тренировкам И не ставить задачу быть олимпийским чемпионом Но любит конный спорт Это, мне кажется, вот этот вид спорта Возможен для любого, кто неплохо сидит в седле Ну что, дорогие друзья Вот конный спорт – это любовь, которая никогда не проходит И с такими людьми, которые сегодня у нас были в студии Об этом хочется говорить, говорить и мечтать Удачи всем В гостях были Надежда Флоринская Спортсменка, заводчик, владелица конюшни И человек, мечтающий стать олимпийской чемпионкой по конному спорту Николай Георгиевич Шабалин Идейный вдохновитель конного спорта в Кировской области Был, остается и будет И Светлана Занько Ответственный и замечательный родитель Главный редактор «Эхо Москвы» в Кирове Авторский проект «Спорт с Медведевой»